Муромляне мастерят дома для пернатых. В этот раз ни скворца, ни воробья не оставили без жилья воспитанники детского сада номер 5. За совместной работой наблюдала Регина Ломакина. Из чего же сделаны наши скворечники? Из цветов, солнышка, бабочек, а главное – дружбы. Все они – плод совместной творческой работы воспитателей, родителей и детей. Даже малыши знают, насколько полезным делом занимаются. Скворечники бывают очень разные. Они бывают деревянными, соломенными, еще и соломенные. Они могут быть разноцветными или с узорами, волнистыми и точки. Сегодня я делаю скворечники, чтобы для птичек был уютный домик. Мы разукрашиваем скворечник, чтобы птички там жили, чтобы там они выводили своих птенцов. У него солнышко и тучки. Я помогаю зоомату делать вот эти, как его, жгутики. На конкурс муромского телевидения детский сад номер 5 представил вот такой оригинальный скворечник. Сделан он из дерева, соломы, веревок и похож на миниатюрный вариант настоящей деревенской избушки. Пока скворечники на территории сада с нетерпением ждут своих постояльцев, этот украсит один из муромских парков. Затрачено на это все-таки довольно-таки много времени, но это стоило этого, так как ребяткам больше всего он понравился. Он очень оригинален, экологически чист, ну и просто интересен детям. Ежегодно у нас проходит акция каждому скворцу по дворцу, поэтому, узнав о вашем конкурсе, мы с удовольствием решили принять в нем участие. Мы надеемся на победу и считаем, что у нас достойные красивые скворечники. Конкурс уже приближается к своему завершению. Совсем скоро будет дан старт к народному голосованию. У вас еще есть время сделать заявку по телефону 9-98-55 или на адрес электронной почты муром-тв-собакамайл.ру. Самый оригинальный автор станет обладателем ценного приза. Конкурс проводится при главной финансовой поддержке магазина игрушек «Пегемотик». Регина Ломакина, Александр Симонов, Новости Муром.